С раннего утра у старинных чугунных ворот московского армянского кладбища появились тщательно выбритые молодые люди в черном. Они внимательно оглядывали посетителей и отгоняли пытавшиеся припарковаться автомобили. Никто из водителей не возражал, а стоявший неподалеку милицейский патруль бездействовал, до конфликтов не доходило. Но ограничение касалось лишь посторонних. Уже к полудню весь тротуар на улице Сергея Макеева, тянущийся вдоль кирпичной стены кладбища, был заставлен дорогими автомобилями. Из 50 машин большую часть составляли Мерседесы, джипы, БМВ и Линкольны. Наконец процессия из 200 человек, впереди которой несли аспидно-черный гроб за 2000 долларов, медленно двинулась к храму. Хоронили 32-летнего Маиса Карапетяна, самого авторитетного армянского вора в законе Маиса Кироваканского. Из оперативных материалов, 26.07.2001 в 23.40. 40 на Большой Бронной, 9, возле автомашины БМВ-730 обнаружен труп мужчины с пятью огнестрельными ранениями головы и тела. С места преступления изъято 8 гильз и 1 деформированная пуля пистолета ТТ образца 1933 года. Экспертизой установлено, что стрельба велась из двух пистолетов. Проверкой по пули гильзотеке ГУВД Москвы данных об использовании этого оружия при совершении других преступлений не установлено. Личность убитого выяснили сразу. Помог единственный свидетель, едва не ставший жертвой киллеров. Он являлся телохранителем Маиса Кироваканского. В тот вечер потерпевший назначал деловую встречу в кафе Капакабана. Разговор продлился с 22.00 до половины 12.00. Когда Маис вышел из кафе и направился к своему БМВ, на перерез ему бросились двое парней. Один уже на бегу начал стрелять. Второй произвел выстрелы в телохранителя, но промахнулся. После чего киллеры, по внешнему виду кавказец и славянин, сели в поджидавшую машину и скрылись. Телохранитель, доставший из своей девятки помповое ружье, ответить не успел. Он заметил лишь, что киллеры использовали для отхода иномарку темного цвета.